Мне кажется, что взаимоотношения России и США это некий маятник, который колеблется в разные стороны достаточной такой периодичной регулярностью. То улучшаются отношения, теплеют, то наоборот на точке замерзания находится. Это вызвано объективными и экономическими, и политическими, военно-стратегическими причинами и так далее. Вот, скажем, сдал Медведев Ливию, предательски фактически НАТО, были нормальные отношения. Путин не захотел сдавать Сирию на откуп мировому сообществу, отношения сразу резко заморозились. Но, скажем так, все эти колебания, они не носят какого-то системного принципиального характера. Понятно, что есть какой-то предел, ниже которого эти отношения не упадут и по-другому быть не может. Потому что наша элита, она крепко и очень надежно аффилирована с элитой американской. У нас очень много средств в американских банках, у нас недвижимость там у многих. И вот эти все попытки Путина с этим бороться, мне кажется, что это достаточно декларативные попытки. Потому что люди, как мы видим, предпочитают уйти из Думы или из поста сенатора, но не расставаться со своей американской недвижимостью. И такие примеры уже были. Когда людям сказали, выбирайте либо ваши иностранные вклады, либо ваш пост, люди пожертвовали постом, а вовсе не вкладом и не зарубежной недвижимостью. И, конечно, Россия 20 лет, что греха таить, движется в фарватере американской политики. То, что мы огрызаемся на каких-то стратегически важных для нас участках, это все в рамках, что называется, дозволенного нам. Что бывает с теми странами, которые огрызаются не в рамках дозволенного, мы видим на ливийском примере, на сирийском примере, на югославском примере и на любых других. Поэтому, конечно, вот эти вот партнерские отношения с Америкой, это большая фикция. Это отношения, в общем, достаточно подчиненные. То есть Америка явные лидеры, которые диктуют нам условия, а мы их принимаем либо с распростертыми объятиями, либо скрипя зубами, но тем не менее принимаем, потому что мы экономически слабее. Если в советское время мы выдерживали какой-то паритет и могли в каких-то вопросах свои условия диктовать и как-то позицию США даже корректировать, то сейчас мы этого явно делать не можем. И поэтому все наши разногласия, они в основном в области риторики. Путин может насупить брови, разнести грозную речь, все про это напишут, вся мировая пресса. Но все прекрасно понимают, что никаких реальных практических шагов за этим не стоит.